Привет, друзья! в этом видео я вам показываю отель чар миллион club аквапарк 5 звезд бухта на 2 линия погнали так ребят зашли мой пол и слева у нас здесь находится ресепшн ухты ничего себе какая неожиданность живые цветочки в общем вот наш ресепшн тут туристы регистрируется когда заселяются в отель время заселения 14 00 с выселения 1200 как и во всех остальных отелях он принципе такой небольшой но достаточно просторный все аккуратно и все принципе в нормальном состоянии по египетским нормальном состоянии дальше за холом у нас идет бар я так понимаю это скорее всего лобби бар и дальше вот прямо видите территории отеля с аквапарком так номер категории стандарт чайный набор справа у нас вот такая двуспальная кроватка и давайте посмотрим что у нас с балкона видно так показываю балкон смотрите ухты хороший такой просторный большой балкон два пластиковых стула и столик небольшой именно в этом номере у нас получается вид на территорию которая находится за отелем отсюда мы видим море далековато ну как далековато примерно полтора километра от отеля моря находится ну и смотрите тут можем видеть такое вот здание отеля который строится так что ребят но она не активная принципе стройка в край мире сейчас ничего я не вижу чтобы там какие-то велись работы еще у нас здесь есть такая софа ну и давайте посмотрим что у нас мини-баре мини-бар где то есть мини-бар у нас пустой и показываю вам санузел чистенький туалет чистый аккуратный умывальник фен нового образца и душевая кабинка кабинка чистая ну какие-то черные точки я вижу не думаю что это плесень а может быть и плесень надеюсь что не плесень в общем ржавчина нигде я не на не обнаружил это был номер категории стандарт и так ребят пока я иду чтобы показать вам аквапарк по пути я вам покажу территорию данного отеля и заодно расскажу вам важные нюансы по этому отель первое это расположение данного отеля смотрите он находится перед самой бухтой наб и вокруг отеля нет абсолютно никакой инфраструктуры то есть если вы хотите выйти за территорию отеля чтобы прогуляться у вас это не получится вам нужно будет обязательно ехать куда-то там либо в хадабу либо в нам обе либо на сохо сквер на такси либо на маршрутках ну насчет этого переживать не стоит потому что в шарм-эль-шейхе проезд недорогой и сложности никакой в этом нет дальше по трансферу на пляж в этом отеле он достаточно удобный ходит он с 8 часов утра до 17 часов вечера по графику нам обещали что будет ходить каждый час продолжительность трансфера 57 минут ну тут недалеко до пляжа потому что отель находится от пляжа примерно в двух километрах гости отеля charmeleon club аквапарк пользуются пляжем отеля charmeleon sea life 4 звезды это только красные лежаки на пляже есть бар с алкогольными и безалкогольными напитками и закусками с часу дня до трех часов дня как нам сказали это картошка фри и какие-то гамбургеры больше никакой другой инфраструктурой гости второй линии не могут пользоваться на первой линии потому что там есть целый комплекс charmeleon который состоит из трех отелей и больше кроме вот того что я перечислил гости второй линии пользоваться не могут кроме понтона понтон и здесь общий на все четыре отеля длина понтона примерно 140 метров в общем более детально как выглядит пляж я вам покажу в отдельном видео там где я буду делать обзор отельного комплекса который находится на первой линии ссылочку я постараюсь оставить здесь в описании к этому видео но немножко попозже дальше по особенностям номерного фонда значит все стандарты имеют вид на внешнюю территорию отеля то есть по-любому это будет либо дорога либо пустыня либо соседние здания соседние здания там есть недостроенный отель максимальное размещение в стандарте 2 плюс 1 то есть два туриста лежат на полноценной кровати спят и дополнительное место это будет либо небольшой диван либо небольшая раскладушка то есть полноценного третьего спального места здесь стандарте не будет в номере бутылированная вода не пополняется но в этом проблем нет потому что бутылированную воду можно взять на любом баре халаты и тапочки только за доплату утюг можно взять бесплатно на ресепшене бесплатного интернета в номере нет но можно взять в аренду вайфай роутер значит 3 гигабайта стоит 10 долларов 8 гигабайт стоит 20 долларов он переносной и принципе можно его брать с собой на территории отеля но в лобби должен быть бесплатный вайфай насколько он качественный сложно сказать поэтому лучше всего купить карточку местного мобильного оператора и в этом плане уже вас не будет проблем с интернетом дальше по системе all inclusive и ее рамках значит официально она начинается с чекина то есть 14 00 и заканчивается в 12 00 после чекаута но по доброй воле отеля браслеты туристам одевают с 10 30 утра и после выселения браслеты не срезают то есть можно и покушать и выпить напитков на баре есть ли туристы попадают в отель очень раннее время примеру в 7 часов утра в 6 часов утра то детей покормят бесплатно взрослым это либо доплата либо чай кофе на баре дальше информация по бассейнам и аквапаркам значит для взрослых подогревается только один бассейн это релакс бассейн для деток подогревается аквапарк всего детском аквапарке 12 горок детский аквапарк подогревается в зимний период времени а вот аквапарк для взрослых это 10 отличных горок в зимний период времени не подогревается потому что такое количество воды которое постоянно циркулирует просто нереально прогреть дальше по питанию я лично в этом отеле не кушал но туристы которые отдыхали тут питанием были вполне довольны но важно понимать что данный отель он бюджетный вариант он отличный бюджетный вариант и питание здесь нормальные в меру разнообразные и достаточно качественная но каких-то интересных изысков тут ребят не стоит ожидать потому что все-таки это бюджетный вариант и если вы хотите получить чего-то интересного в плане питания то нужно добавлять несколько сотен долларов выбирать другой отель с изыском с морепродуктами и тому подобное и насчет ветренности все-таки отель находится в бухте наб и поэтому зимой вполне возможно что ветер будет ощущаться особенно это касается пляжа потому что чаще всего ветер ощущается достаточно сильно именно на самом пляже так ребят вот наши шезлонги с мягкими матрасами но шезлонги смотрите деревянные вот такие нормальные абсолютно ну а матрасы мягенькие толстенькие в принципе нормальном состоянии так ребят показал я вам отель чар миллион клуб аквапарк 5 звезд что могу сказать вполне хороший отель эконом уровня отличный аквапарк кстати этот отель попадает в топ-10 отелей с лучшими аквапарками шармальшейхо смотрите отдельное видео номер который я видел стандарт хорошем состоянии еще два видел семейных номера один стандартный семейный и 2 семейный люкс тоже вопрос у меня абсолютно никаких не вызывает все хорошо все аккуратно все отлично по египетски территория ухоженная зеленая есть очень много места на территории где можно сделать классные фото для ваших соцсетей персонал особенно представитель отеля очень положительный человек тамара объективно внятно все рассказала большое ей спасибо за это один из лучших представителей отеля которые я видел в шармальшейхе вот мое мнение однозначно хороший отель но вторая линия трансфер на пляж входит пляж си лайф чар миллион си лайф 4 звезды который находится на первой линии отдельная часть на пляже там будут лежаки красные лежаки либо лежаки с красными матрасами что на баре есть бар вернее на пляже есть напитки перекус есть на пляже то есть в этом сложности не будет зимой принципе я думаю здесь все будет порядке территория достаточно так вот принципе немножко защищена от ветра но ветерок может чувствоваться собственно говоря ребят был очень хороший отель с аквапарком 4 звезды 5 звезд кто отдыхал пишите в комментариях когда отдыхали что понравилось что не понравилось как вам понравилось питание как персонал как у вас было с номером и собственно говоря если есть вопросы задавайте в комментариях под этим видео постараюсь обязательно ответить ну и подписывайтесь на канал кнопочка подписаться внизу под этим видео смотрите видео и вы будете в курсе самой полезной информации чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями до новых встреч пока пока